Святой Исаак Сирианин Сирианин Но чего не взяла братская просьба, то совершила божественное откровение. Святой Исаак, не послушавшийся единокровного, покорился отцу, свыше призывающему его управлять Ниневийской церковью, поэтому оставляет он пустынь и рукополагается в епископа великого града Ниневии. Ибо святильнику и надлежало не скрываться под спудом пустыни, но быть поставленной свечницей пастерства и далеко разливать светлые лучи светозарной добродетели. Но сие продолжалось весьма недолго, едва воссиял сей свет, как скоро снова сокрылся. Святитель оставил святительскую кафедру по следующему обстоятельству. Пришли к нему в епископский дом два человека, взаимодавец и должник, из которых первый требовал стороннеотложной уплаты долга, а второй, признавая за собой долг, просил первого дать ему небольшую отсрочку. Но взаимодавец говорил на это, если он не уплатит мне долга теперь же, то сей же час представлю его судье. Святой Исаак заметил ему, если по заповеди евангельской не должно тебе и совсем взыскивать от взявшего твое, так альмипачи должен ты оказать великодушие тому, кто обещается заплатить тебе долг скоро. А этот жестокий человек ответил на это, евангельскую заповедь оставь теперь в стороне, и не хотел более слушать. Тогда святитель Божий сказал себе, если они не повинуются евангельским повелениям Господа, что остается мне делать здесь? Видя же при том, как много безмолвия и безмятежия, к которым привык он в пустыне, расстраивается неизбежными по управлению делами, он решился оставить престол и возвратиться в любимый им пустынный скид. Пребывая здесь до смерти, какие святой Исаак совершил подвиги в борьбе с демонами и плоти, сколько преуспел в добродетели, требуемой как деятельной жизнью, так и жизнью созерцательной, какого достиг духовного совершенства и какой еще в жизни сей сподобился благодати, об этом излишне говорить. Об этом без труда можно узнать из его писаний. Святой Исаак писал много, и все, что писал, писал с опыта. Он прежде деятельно проходил все то, что впоследствии предал Писанию, и собственной деятельностью обучал руководимых им. Так и из пустыни продолжал он источать неиссякаемо, изливать чистую и живительную струю, которую обильно напоевал души братьев. Писания святого Исаака дошли до нас на сирском и арабском языках, из которых до половины переведены на греческий язык, а с греческого на русский в ряду творения святых отцов, в числе девяносто одного слова. Переселился в небесные обители святой Исаак в конце VI века. Память его поместится в слову архиепископа Сергия 28 января. Подвижнические наставления святого Исаака-сирианина Извлекаются краткими статьями. Страх Божий есть начало добродетеля, она есть порождение веры и посевается в сердце, когда ум устранен от мирской рассеянности, чтобы окружащееся от парения мысли своей собрать ему в размышления о будущем восстановлении. Для того, чтобы положить основания добродетели, лучше всего человек удержать себя в устранении отдела житейских и пребывать в законе, освящающем право и святые стези, как указал Дух Святой через псалмопевца. Псалом 22.3.18.35 Начало пути жизни получается всегда умом в словесах Божьих и проводить жизнь в нищете. Напоение себя одним содействует усовершению в другом. Если напоиваешь себя изучением словес Божьих, это помогает приспиянию в нищете. А приспияние в нестежательности доставляет тебе досуг преуспевать, приспиять в изучении словес Божьих. Пособие же того и другого содействует к скорому возведению целого здания. Добродетели. Без удаления от мира никто не может приблизиться к Богу. Удалением же называю я не переселение телом, но устранение от мирских дел. Добродетель удаления от мира состоит в том, чтобы не занимать ума своего миром. Пять. Когда умножится в человеке благодать, тогда ничтожным делается для него страх смерти на пути к праведности вожделенной или перед лицом препятствия на всем пути. И много причин находит он в душе своей, по которым ради страха Божия готов бывает он терпеть в скорби, как нечто должное. Тогда все неприятное тело и могущее причинить ему страдания ни во что вменяется в очах его в сравнении с тем, что надеется он в будущем. Но когда увеличится в человеке оскудение благодати, тогда бывающее в нем и с ним бывает противоположно сказанному. Тогда ведение по причине исследования, могущее опираться только на осязаемом, становится у него больше веры. Упование на Бога имеется не во всяком деле. И промысл Божий от человека понимается иначе. Такой человек постоянно подвергается страхам по козням подстерегающим во мраке сострелять его стрелами своими. Сомнение сердца приводит в душу боязнь, а вера может делать произволение твердым и при отсечении членов. В какой мере превозмогает в тебе любовь к плоти, в такое не можешь ты быть дерзновенным и бестрепетным при многих противоборствиях, окружающих любимого тобою. Целомудрный тот, в ком во время борьбы труда и подвига прекращаются срамные помыслы, но тот, кто истинностью сердца своего уцеломудривает зрение ума своего, не позволяя ему простираться к непотребным помыслам. И тогда, как честность в совести его взором, а чей свидетельствует о верности его закону чистоты, стыд, как завеса, висит в сокровенном вместилище помыслов, и непорочность его, как целомудренная дева, соблюдается Христу верою. Для отвращения предзанятых душой расположений к непотребству ничто не бывает так помощно, как погружение себя в любовь к изучению Божественного Писания и постижение глубины его мыслей. Когда помыслы погружаются в усложжение постижением сокровенных словеса в премудрости, тогда человек, в какой мере извлекает из них просвещение, в такой же оставляет позади себя мир и забывает все, что в мире. Но и когда ум плавает лишь на поверхности, вот море Божественных Писаний, и не может проникнуть мыслей Писания до самой глубины, и тогда этого самого, что он занят ржением к уразумению Писания, достаточен для того, чтобы для него, чтобы единым помышлением о достатчудном крепко связать свои помыслы и воспрепятствовать им стремиться к вещественному и плотскому. Во всем, что встретится тебе в Писании, доискивайся цели слова, чтобы проникнуть тебе в глубину мыслей святых, и с большей точностью выразуметь оную божественной благодатью, путеводимой в жизни своей к просвещению, всегда ощущает, что как бы умный, какой луч проходит по стихам написанного, и отличает в уму голые слова от того, что душевному ведению сказано с великой мыслью. 10. Если человек многозначащие стихи читает, не углубляясь в них, то и сердце его остается бедным, ничего не вкушает, и угасает в нем святая сила, которая при чудном уразумении души доставляет сердцу сладостнейшее вкушение. Всякая вещь обыкновенно стремится к сродному ей. И душа, имеющая в себе удел духа, когда услышит речение, заключающее в себе сокровенную духовную силу, пламенно влечет к себе содержание этого речения. Не всякого человека пробуждает к удивлению то, что сказано духовно и имеет в себе сокровенную великую духовную силу. Слово о добродетели требует сердца, не занятого землею. В человеке же, которого ум обременен заботой о приходящем, добродетель не пробуждает помыслы к возлюблению ее, изысканию и обладанию ею. Отрешение от вещества бытием своим предваряет союз с Богом, хотя нередко по домостроительству благодати. Винных оказывается последний предшествующим первому. Чин обычный домостроительству, иной от чина общего для людей. Ты же сохраняй общий чин. Если предваряет в тебе благодать, это ее дело. И если не предваряет, то путем всех людей восходи и ты на высоту духовного столпа. Ненасытные души в приобретении добродетеля обращают в свою пользу часть видимых чувственных возделений сопряженного с ней тела. Всякую вещь красит мера. Без меры обращаются во вреды, почитаемые прекрасным. Хочешь ли умом своим быть в общении с Богом? Послужи милостыне. К духовной любви, которая впечатлевает невидимый образ Бога в себе, нет иной стези, если человек не начнет прежде всего быть щедролюбивым в такой же мере, в какой совершенно Отец наш Небесный, как сказал Господь. 15. Что художник, который же выписывает на стенах воду, однако же не может той водой утолить своей жажды, то же и слово неоправданное деятельностью. Кто говорит о добродетеле, что сам испытал на деле, тот также передает слушающему его, как иной отдает другому деньги, добытые трудом своим. И кто из собственного стяжания посевает в учения слух внемлющих ему, тот с дерновением отвязает уши свои, говоря духовным чадом своим, как престарелый Яков, сказал целомудренному Иосифу, «Я же даю тебе единую часть свыше братьей твоих, которые взял у Амарея мечом моим и луком моим». Прекрасно сказал некто, что страх смертный печалит мужа, осуждаемого своей совестью. А кто имеет в себе доброе свидетельство, тот столько же желает смерти, как и жизни. Если что-либо глубоко сочеталось с душой твоей, то почитай сие своим стяжанием не на этот только век, но верь, что оно пойдет с тобой и в век будущий. Если это что-либо доброе, веселись и благодари Бога в уме своем. Если же это нечто худое, то печалься и воздыхай, и старайся освободиться от этого, пока ты в теле. Содержи всегда в уме тягчайшие скорби, скорбящих и озлобленных, чтобы самому тебе воздавать должное благодарение за малые и ничтожные скорби, бывающие с тобою, и быть в состоянии переносить их с радостью. Во время охлаждения и разленения представляй сердце в своем прежнее время рачительности своей, как был ты заботлив о всем, даже до малости. Какой показал подвиг, с какой ревности сопротивлялся тем, которые хотели положить препону шествию твоему. Таким воспоминанием душа твоя опять пробудется, как бы от глубокого сна облечется снова пламенем ревности, как бы из мертвых восстанет, и горячим противоборством дьяволу и греху возвратится в прежний свой чин. 20. Деятельность крестная двояка, одна состоит в терпении плотских скорбей, телесных лишений, неизбежных в борьбе со страстями, и называется деятельностью собственной, а другая заключается в тонком делании ума, в божественном размышлении, в пребывании, в молитве и так далее, и называется созерцанием. Первая очищает страстную часть души, а другая просветляет умную часть души. 21. Всякого человека, который прежде совершенного обучения в первой части переходит к этой второй, привлекаемой ее сладостью, не говорю уже о своей ленностью, постигает гнев за то, что не умертвив прежде земные члены свои, то есть не уворочевав немощи помыслов, терпеливым упражнением в делании крестного поношения, дерзнув в уме своем возмечтать о славе креста. 22. А это-то и значит, сказанное древними святыми, что если ум вознамерится взойти на крест прежде, нежели чувствилище его, исцеляясь от немощи, придут в безмятежие, то его постигает Божий гнев. 23. У кого ум осквернен постыдными страстями, и кто скор на исполнение ума своего мечтательными помыслами, тому заграждается уста запрещением за то, что не очистив прежде ума скорбями и не покорив плотских вожделений, 24. Но, положившись на то, что слышало ухо и что написано чернилами, устремился он прямо вперед идти путем исполненных мраков, когда слеп очами. 25. Представь себе, что добродетель есть тело, созерцание душа, а то и другое один совершенный человек, соединяемый духом из двух частей, из чувственного и разумного. 26. И как невозможно, чтобы душа пришла в состояние проявлять свое бытие без совершения образования тела с его членами, так невозможно душе прийти с озерцания без совершения дела добродетели. 27. Слыша, что должно удалиться от мира, оставить мир, очистить от всего, что есть в мире, надлежит тебе сначала понять и узнать по понятиям не простонародным, но чисто разумным, что значит самое наименование, мир, из каких различий слагается это имя. 28. И ты в состоянии будешь узнать о душе своей, сколько далека она от мира и что примешано к ней от мира. 29. Мир есть имя собирательное, обнимающее собой то, что называется страстями. 30. Когда в совокупности хотим наименовать страсти, называем их миром, а когда хотим различить их по различиям наименований, и их, называем их страстями. 31. Когда дознаешь, что такое мир, тогда из развлечения всего под ним разумеваемого дознаешь и то, чем связан ты с миром и чем отрешился от него. 31. И скажу короче, мир есть плотское житие и мудрование плоти. 32. По тому самому, что человек исхитил себя из этого, познается, что ишел он из мира. 33. Страх за тело бывает в людях столько сильен, что вследствие того они редко остаются, стали неспособными совершить что-либо достославное и досточестное. 34. Но когда на страх за тело приникает страх за душу, тогда страх телесный изнемогает перед страхом душевным, как воск от силы пожигающего огня. 25. Душа по природе бесстрастна, в страсти суть нечто предаточное, и в них виновна сама душа. Если некогда естество души было светло и чисто, по причине принятия им в себя божественного света, а подобно этому таковым же оказывается оно, когда возвращается в первобытный чин, то несомненно уже, что душа бывает вне своего естества, когда скоро приходит страстное движение, как утверждают питомцы церкви. 36. Естественное состояние души есть введение божьих тварей, чувственных и мысленных. 37. Сверхъестественное состояние ее есть движение, или действие и состояние, созерцание присущественного божества. 38. Противоестественное же ее состояние есть движение души, или настроение ее, и житие такое, какое бывает в людях страстных, страстям работающих. И так явствует, что страсти душевные – не суть душевная по естеству. 39. Если желаешь знать человеческие тайны, не достиг еще до того, чтобы узнавать по духу, да знаешь по речам, образу жизни и расположениям каждого. 40. Кто чист в душе и не порочен в образе жизни, тот всегда с целомудрием произносит словеса духа и сообразно с нерави своего разумения рассуждает и о божественном и о том, что в нем самом. 41. А у кого сердце наполнено страстями, у того ими же и язык приводится в движение. 42. Если станет он говорить и о духовном, то будет рассуждать под влиянием страсти. 42. Мудрый замечает такого человека при первой встрече и чистый, обоняет его зловоние. 43. Дела инока суть следующие – свобода от телесного, в молитвах телесный труд и непрестанное сердечное памятование о Боге. 44. Иное дело молитва, а иное созерцание в молитве, хотя молитвой созерцания заимствует в себе начало друг в друге. 45. Молитва есть сеяние, созерцание – собрание рукоятей, при котором жнущий приводится в изумление не изглагованным видением, как из малых и голых посеянных им зерен. Вдруг произросли перед ним такие красивые колосси. 30. Спаситель постом начал дело устроения нашего спасения. Подобно и все исходящее во свет спасителя на всем основания утверждает начало своего подвига, потому что пост есть оружие, уготованное Богом, и кто, если вознеродит о нем, не будет укорен за сие. Если постится сам законоположник, то как не постится кому-либо из обязанных соблюдать закон. Посему-то до поста род человеческий не знал победы, и дьявол никогда не испытывал поражения своего от нашего естества. Но от всего оружия изнемог в самом деле. И Господь наш был вождем и первенцем этой победы, чтобы на голову естества нашего возложить первый победный венец. И, как скоро дьявол видит это оружие на ком-нибудь из людей, тотчас приходит страх сей противник и мучитель, помышляя и воспоминая о поражении своем в пустыне спасителем. И сила его немедленно сокрушается, и воззрение на оружие, данное нам начало вождем нашим, попаляет его. Обличенный во оружие поста во всякое время распаляется ревностью. Кто пребывает в нем, у того ум непоколебимый, готов встретить и отразить все лютые страсти. Дела и труды тогда доставляет душе бесстрастия, умерщвляет уды, которые на земле, и дарует упокоение помыслов, когда приобщимся без молвия, когда прекратится в душе смятение, производимое впечатлениями от внешних чувств. Иначе успеху в этом быть нельзя. Ибо если древо ежедневно поливается, то засохнет ли когда-нибудь корень его? Убывает ли когда вода в сосуде, в котором ежедневно прибавляют ее? Когда же придет человек в безмолвие, тогда душа удобно различает страсти, и внутренний человек, возбудившись на духовное дело, побеждает их, и день от дня возводит душу к чистоте. Когда можно сказать, что достиг той чистоты, когда всех людей видит, кто хорошим, и никто не представляется ему нечистым и оскверненным, тогда подлинно чист он сердцем. Что свойственно делать подвижнику, пребывающему на безмолвии в келье своей? Разве человек, рачительный и трезвенный душой, имеет нужду спрашивать, как ему вести себя, когда он бывает один с собою? Какое иное занятие у монаха в келье его, кроме плача? И какое другое занятие лучше этого? Самое пребывание монаха и одиночество его, уподобляясь пребыванию во гробе, далекому от радости человеческой, и учит его, что деятельность его плач. И все святые в плаче переселялись из жизни сей. Будем же молить Господа даровать нам плач. Ибо если получим эту благодать лучшей и превосходнейшей прочих дарований, то при помощи ее достигнем чистоты. А как скоро достигнем ее, то не отнимется уже она от нас до самого исхода нашего из жизни этой. Блаженны чисты сердцем, потому что нет времени, когда бы не услаждались они сладостью и слез, в которой всегда зрят они и Господа. Пока еще слезы у них на глазах, они сподобляются зрение откровения его на высоте молитвы своей. И нет у них молитвы без слез. Это-то и значит сказанное Господом. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Ибо когда монах сподобился с помощью слез перейти область страстей и вступить в равнину душевной чистоты, тогда сретает его утешение, какое плачущим дает Бог за чистоту их. Проливать слезы и плакать – дарование бесстрастных. Если слезы плачущего и сетующего временно могут не только путеводить его к бесстрастию, но и совершенно очистить и освободить ум его от памятования страстей. Что сказать о тех, которые с сведением день и ночь упражняются в этом делании? 35. Некто из святых сказал, что другого греха делается тело другом греха, которое боится искушений, чтобы не дойти ему до крайности и не лишиться жизни своей. Поэтому Дух Святой понуждает его умереть, внушает подвижнику обрежь себе на смерть. Ибо знает, что если не умрет, не победит греха. Если кто хочет, чтобы вселился в нем Господь, то принуждает тело свое служить Господу, работать в заповедях до Духа, написанных у апостола, и хранить душу свою от дел плотских, описанных апостолом. Тело же, приобщившееся греху, упокоивается в делах плотских. И Дух Божий не упокоивается в плодах его. Ибо когда тело изнемогает в посте и смирении, тогда душа укрепляется молитвою. Телу, когда оно много угнетается скорбями, безмолвия, терпит лишения и недостатки, приближается к тому, чтобы лишиться жизни своей. Обычно умолять тебя и говорить, дай мне немного свободы пожить прилично. Хожу я теперь право, потому что испытано всякими злостраданиями. И как скоро из сострадания успокоишь ты его от скорби и достаешь ему несколько вдохновения, оно мало-помалу станет на шок-то тебе с ласкательством, а ласкательства его весьма сильны. Можем и вблизь мира жить хорошо, по тем же правилам, по каким водимся теперь. Потому что испытаны во многом, искуси меня только, если не буду таким, как тебе угодно, можем возвратиться, пустыня не убежит от нас. Не верь ему, хотя и сильно будет умолять, и даст много обещаний, а оно не испомнит того, что говорит. Когда склонишься на просьбу его, ввергнет тебя в великие падения, из которых не будешь в состоянии восстать и выйти. Когда придешь от искушений в унынии и присытишься ими, скажи сам себе, «Снова вожделеваешь ты нечистой и срамной жизнью». Если тело скажет тебе, «Великий грех самому себя убивать», то ответь ему, «Сам себя убиваю, потому что не могу жить нечисто. Умру здесь, чтобы не увидеть истинной смерти души моей, смерти для Бога. Лучше мне умереть здесь ради непорочности и не жить худой жизнью в мире». Произвольно избрал я смерть сию за грехи свои. Сам себя умерщвляю, потому что согрешил я Господу. Не буду более прогневлять Его. Что мне в жизни далекое от Бога? Буду терпеть озлобления эти, чтобы не быть отчужденным от небесной надежды. Что Богу в жизни моей в этом мире, если живу в нем худо и прогневляю Бога? Монаху вредно видеть мир мирское. И какое изменение происходит в уме того, кто долгое время безмолвствовав с самим собой вдруг снова впадает в водоворот мира, видит и слышит, что для него непривычно? Да не обольщает нас утверждающий, будто никакого вреда не для нас от того, что слышим и видим нечто, будто одинаково мы помыслим своим и в уединении, и в мире. Будто и в теле, и в ней ее не возмущается скромность наша, не происходит с ней худой перемены, и при встрече с лицами и вещами не чувствуем мы тревоги страстей. Утверждать сие могут только такие крепкие духом, которые, если и раны приемлет, не чувствуют того. Но мы не достигли еще такого здравия, еще имеем на себе смердящие раны, которые воскипят червями, если и один день не будет о них попечения. И они останутся неперевязанными, не будут обложены пластырем и стянуты перевязями. Душа, однажды с верой, предавшая себя Богу и многократным опытом, изведавшая его содействие, не заботится уже о себе, но связуется изымлением и молчанием, и не имеет возможности снова возвратиться к способам своего ведения и употребить их в дело, чтобы иначе не лишиться Божьего промышления, которое втайне неусыпно натирается душой и печется о ней, и не пристанно следить за нею. Не лишиться же потому, что в таком случае она окажется самонадеянно мечтающую, будто сама достаточно может промышлять о себе по силе своего ведения. 40. Те, в которых воссеивает свет веры, не доходят уже до такого бесстыдства, чтобы снова им и спрашивать у Бога в молитвах «дай нам это» или «возьми у нас то». И немало не заботятся о себе самих, потому что духовными очами веры ежечасно видят отеческий промысл, каким приосеняет их тот истинный Отец, который безмерно великой любовью своей превосходит всякую отеческую любовь. Более всех может и имеет сил содействовать нам до преизбытка в большей мере, нежели как мы просим, помышляем и представляем себе. Кто сподобился вкусить сладости веры и снова обратился к ведению душевному, тот уподобляется нашедшему многоценную жемчужину и обменявшему ее на медный овол, еще оставившему полновластную свободу и возвратившемуся в состояние нищеты, исполненное страха и рабства. Есть три мысленные способы, по которым ведение восходит и нисходит. Способы эти суть. Тело, душа, дух. Ведение есть Божие даяние естеству разумных тварей, данное вначале при их создании. И оно по природе своей просто и неделимо, как свет солнечный, но сообразно сделанием своим приобретает изменение и деление. Послушай, какой порядок этого делания. Первая степень ведения. Когда ведение следует плотскому вожделению, тогда сводит воедино следующие способы. Богатство, тщеславие, убранство, телесный покой, состарание о словесной мудрости, годный к управлению в мире всем источающие обновления в изобретениях, искусствах и науках и все прочее. Чем увенчивается тело в этом видимом мире. А по сиим отличительным чертам, ведение делается противным вере. И оно именуется голым ведением, потому что исключает всякое божественное попечение. И по причине преобладания тела вносит в ум неразумное бессилие. И все попечение его совершенно о всем только мире. Вот понятие о себе этого ведения, будто оно есть мысленная сила, тайно правящая человеком, божественной попечительности, надирающая над ним, и совершенно о нем пекущаяся. Посему не промыслу Божию приписывает оно управление миром, но все доброе в человеке, спасение его от вредоносного для него и естественное его остережение от затруднительного и от многих противностей, тайно и явно сопровождающих естество наше, кажется ему следствием собственной его рачительности и собственных его способов. Таково понятие о себе глумящегося ведения. Оно мечтает, что все бывает по его промышлению, и в этом согласно с утверждающими, что нет управления этим миром. Впрочем, не может оно пробыть без непрестанного попечения и без страха за тело, а потому овладевает им малодушие, печаль, отчаяние, страх от бесов, боязнь от людей, молва о разбойниках, слухи о смертях, заботливость в болезни, попечительность, скудости и недостатки потребного, страх смерти, страх страданий и злых зверей и все прочее сходное с этим, делающее ведение похожим на море, в котором ежечасно день и ночь метутся и устремляются на пловцов в волну. Так как ведение сие не умеет по печенье о себе воздвергать на Бога в уповании веры в Него, то непрестанно бывает занято ухищрением и придумыванием средств относительно всего, что касается до Него самого. Когда же способы Его изобретения в одном каком-либо случае окажутся недействительными, таинственного же в этом промысл он не усмотрит. Тогда припирается с людьми, которые препятствуют и противятся Ему. В этом отношении в ведении всем насаждено древо познания добра и зла, искореняющая любовь. В нем качествует надмение и гордыня. Кичится оно, а между тем ходит во тьме, и ценит достояние свое по сравнению с тем, что на земле, и не знает, что есть нечто лучшее его. Вторая степень ведения о покаянии, труды, доброделании и подвижничестве в видах очищения сердца при помощи благодати Святого Духа. Когда человек, оставая первую степень, бывает занят душевными помышлениями и пожеланиями, когда во свете естества души совершает следующие превосходные дела – пост, молитву, милостыню, чтение божественных писаний, добродетельную жизнь, борьбу со страстями и прочее. И во все новые дела, все прекрасные отличия, усматриваемые в душе и чудные способы, употребляемые на служение во дворе Христовом, на сей второй степени ведения и в делании силы его совершает Дух Святой. И оно-то указует сердцу стези, ведущей нас к вере, в нем собирает напутствие к истинному веку. Но и здесь ведение еще телесно и сложно. В нем только путь, ведущий и препровождающий нас к вере. Есть еще высшая степень ведения. Если кто преуспеет, то найдет возможность при помощи Христовой возведенным быть и наоную, когда основание своего делания положат в безмолвном удалении от людей, в чтении писаний, в молитве и в прочих добрых делах, которыми совершается свое относящееся ко второму ведению. Все. И им-то совершается все прекрасное. Оно и называется ведением дел. Потому что чувственными делами, припосредствии телесных чувств, совершает дело свое на внешней степени. 45. Третья степень ведения. Степень совершенства. Послушай теперь, как человек утончается, приобретает духовное и уподобляется в житии невидимым силам, которое служение свое отправляет нечувственно производимыми делами, но совершенными заботливостью ума, когда ведение вознесется над земным и над попечениями о делании земного и начнет испытывать свои помышления о том, что сокрыто от очей внутри и прострется горе и последует вере в попечение о будущем веке и в вожделение обетованного нам и в изыскании сокровенных тайн, тогда сама вера поглощает это ведение и обращается и рождает оное снова, та, что всецело делается оно духом.